Приветствую. Перед вами небольшая и на первый взгляд ничем не примечательная бабочка. В траве таких множество. Для не специалистов они покажутся похожими друг на друга и не слишком интересными. Однако на самом деле это весьма необычное насекомое. Давайте вспомним, как ведёт себя классическая бабочка, как все её знают с детских лет. Взрослая форма порхает с цветка на цветок и участвует в опылении. А гусеницы ползают по листикам и вовсю грызут их. Всё происходит на суше, разумеется. Но некоторые бабочки-огнёвки внезапно решили покорить подводный мир. Их гусеницы предпочли жить в реках и озёрах. А иногда даже взрослые бабочки умудряются отбрасывать крылья, чтобы продолжить подводную жизнь. Рязковая огнёвка является одним из таких оригиналов. Её гусеницы, приспособленные к необычной жизни под водой, да ещё и строят себе там причудливые домики из мелких кусочков растений. Для аквариумистов они могут оказаться как условными вредителями, поедающими растения, так и крайне любопытными питомцами, за которыми интересно наблюдать. Тем более бабочки, как обитатели аквариума, это уже само по себе необычно. Познакомимся с ними поближе в данном видео. Взрослая рязковая огнёвка – это небольшой мотылёк с размером крыльев около двух сантиметров. Самцы окрашены в серобурые тона, а самки в большей степени рыжеватые. В природе они появляются в середине лета по берегам водоёмов, летая как днём, так и в сумерках. После спаривания самки стараются отложить яйца на водные растения. Примерно через неделю из них выходят крошечные, почти прозрачные гусеницы. Ещё через несколько дней они зеленеют, становясь всё темнее и темнее по мере роста. Впрочем, за этими изменениями трудно уследить, так как вскоре после появления из яйца личинка начинает строить себе трубчатый домик. Своеобразный чехол, из которого торчит лишь передняя часть тела с головой и ножками. Строительным материалом чаще всего становятся маленькие листики рязки. Это очень удобно. Рязка может быть одновременно и пищей для гусениц, и своеобразными гибкими кирпичиками. При этом, по моим наблюдениям, при наличии округлой и трёхдольной рязки охотнее используется трёхдольная. Ну а в качестве скрепляющего клея в ход идёт паутинка, выделяемая самой личинкой. Причём домик в этом случае остаётся живым и постоянно зелёным, а склеенные кусочки рязки вовсю фотосинтезируют. Впрочем, иногда для строительства используются и другие материалы. Любые достаточно мелкие растительные обломки могут пойти в дело. Внутри домика, вокруг собственного тела гусеница хранит запас воздуха для дыхания. Для того, чтобы рассмотреть её, стоит вскрыть домик. Ничего страшного с ней не случится, она вполне способна сделать себе новый. Теперь можно полностью увидеть тёмно-зелёное тело с желтоватой головой и чёрной полоской позади. А ещё стали видны брюшные ножки, благодаря которым личинка удерживается в своём чехлике. Общая форма тела, расширяющегося ближе к середине и заднему концу, также явно помогает не выпадать из своего домика. Каких-то специальных органов подводного дыхания нет. Но если бросить личинку обратно в воду, можно обнаружить, что она не тонет, а при погружении одевается в серебристую оболочку. Кожные покровы гусеницы не смачиваются водой и благодаря этому удерживают между своими волосками довольно приличный слой воздуха. Этого вполне достаточно для комфортного дыхания. Впрочем, такое явление больше характерно крупным подросшим гусеницам, у которых уже сформировались трахеи и дыхательные отверстия. У новорожденных дыхание кожное, они дышат растворённым в воде кислородом и какое-то время не нуждаются в подобных запасах. Чехлики — это идеальное укрытие от врагов. Когда гусеница прячется внутрь своего домика, ничто не выявляет её присутствия. Чехлики абсолютно незаметны, так как построены из растений, которыми покрыта вся поверхность водоёма. Для передвижения гусеница высовывается из домика только передней частью тела, крепко держась за его внутреннюю поверхность своими брюшными ножками. Как правило, в природе гусеница один раз зимует на дне водоёма, а весной готовится к окукливанию. При этом она может покинуть свой домик и перебраться в какую-нибудь камышовую трубочку. Но в аквариуме, где таких возможностей нет, я наблюдал несколько иную картину. Гусеницы выбирались по стеклу, подвешивали свои чехлики над водой на расстоянии 1-2 см и окукливались прямо в них. Если оторвать и осторожно вскрыть такой чехлик, в нём можно обнаружить светло-бурую куколку и рассмотреть её повнимательнее. Куколку всё ещё можно отложить в сторону, дождавшись выхода бабочки. А из остальных подвешенных на стенки аквариума чехликов бабочки будут выбираться, в том числе прорывая их поверхность. Смысл жизни взрослых мотыльков состоит в том, чтобы спариться и отложить яйца. Они не питаются и имеют лишь зачаточный ротовой аппарат. Поэтому в условиях аквариума достаточно обеспечить им небольшое пространство для перелётов друг к другу, между крышкой и поверхностью воды. Учитывая, что для личинок основной пищи и строительным материалом служит ряска, данную бабочку проще других как намеренно содержать в аквариуме, так и занести случайно. Но есть и другие широко распространённые виды огнёвки, также покоряющие подводный мир. Например, гусеницы телорезной огнёвки питаются на телорезе и из кусочков его же листьев строят свои домики. Гусеницы кувшинковой огнёвки поедают листья кувшинок, болотноцветников и ряда других растений с достаточно большими листовыми пластинками, делая себе домики из их крупных кусочков. Похожая прудовая огнёвка использует в качестве источника пищи и строительных кирпичиков ежеголовник. Одной из самых примечательных бабочек является огнёвка подводная. Её гусеницы питаются на элэдее, рдесте, роголистнике и ряде других растений, часто встречающихся в аквариуме. Но самое интересное то, что у них есть две формы взрослых самок. Помимо типичных крылатых мотыльков, некоторые выходят из куколок абсолютно бескрылыми, продолжают жить под водой и даже имеют специальные плавательные щетинки на ногах. В общем, у желающих завести в своём аквариуме бабочек имеется много интересных вариантов. Если же вы всё-таки воспринимаете их скорее как вредителей, выбрать вручную случайно занесённые чехлики не составит большого труда, так как обычно гусеницы держатся у поверхности. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать автора подпиской на канал, а ролик лайками и комментариями. Добра и удачи, дорогие друзья!